Приветствую всех на стриме War Thunder Сегодня у нас в меню итальянские и японские танки Планируем покатать на итальянских и японских Разобраться насколько эта техника хороша Насколько прикольно на них сейчас играть Первоначальные впечатления, конечно Но, блин, War Thunder играют очень реалистично А в реальности эти машины, ну мягко говоря Были не очень В сравнении с техникой, конечно же, Германии, США или СССР с британцами Даже британцы уступали, а уж итальянцы с японцами так вообще Что ж, давайте отправимся Отправимся в бой, отправимся в бой Чатик, просыпаемся Хотя, у нас тут танки Отправимся в бой Отправимся в бой Отправимся в бой Так, начнем мы, пожалуй Давайте на премия Ох, аутентично Блин, все-таки катки офигенно реализованы Посмотрите, как двигаются Маленький, аккуратный итальянский танчик Ну, карта сложная на самом деле Это у нас что получается Синай 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 Синайский полуостров Достаточно странно Перед второй мировой были ли там бои Что-то я вот припомнить не могу Египет, итальянцы пытались вломиться И англичане их там останавливали Причем вполне успешно Благодаря... Из-за чего Ромель-то у нас и появился в Африке А вот Синай А почему я молчаливый? Почему я молчаливый стример? Я вроде говорю, говорю, говорю Кензи, меня что, не слышно? Дай-ка я включу звук А, там... Все молчат до того, как начнут говорить Так Это проблема ПТСА Блин, повредил только Но у меня первым обнаружил Поэтому с первой же его выстрел сбил гусеницу Ты меня немножко отвлек Кензи Ну и возьмем что-нибудь ПТСАу, например Как ваш ничего, Кензик? Что интересного расскажешь? Как жизнь? Прям вот Денек не виделись Такое ощущение, что сто лет, блин Насколько мы меньше обычного ПЗ-3 А Пан Скафаген-3 Это, ну, не самая большая машина Насколько же у нас маленькая ПТСАу? Играй на советской технике Не буду тебя отвлекать Ну, это же итальянцы Привет Хороший у тебя, Ник Про любовь У меня пулемета нету Поэтому Да ладно Я попал в него Я попал в него с основного орудия Лол Но он не сбил Это вообще как? Я сбил самолет Лол Да это вообще как получилось Вы видели? Блин, проходимость у этой штуки Такое ощущение, что она у меня тут В Тульской области Не проедет Если дождик пойдет Нормально, Кенди А я так всегда с БДО Блин, вот эта Кстати, техника прикольная такая Тут стоит Не, ну Бомбы упали сзади Слава богу Не, я понимаю, что это безумие Но я один самолет сбил Только что Вообще, на самом деле Очень прикольно Почитать про то, как итальянцы воевали Это, знаете, прям Такая Неожиданная страница истории У нас почему-то Про это в учебниках Очень мало написано Потому что, по сути Нифига ей не интересно Нам Что они там в Африке делали Как воевали Нормально Ко мне так выражено Тетрарх Это было жестоко Давайте АБ-41 возьмем Блин Бобойму очень маленькую Эту Штуки В основной пушке Она еще и колесная К тому же Такой бронеавтомобиль Это не БМП Ничего Это именно бронеавтомобиль Примерно так Кензи Но Они в Эфиопии воевали Так что не Зулуса А подлые Эфиопы Причем подлые Эфиопы Настолько могучи оказались Что Несчастным итальянцам Защищаясь Пришлось использовать Иприт И другие Отравляющие Вещества Привет, Леватор Откуда к нам такой прилет А, вижу Движок минус Блин, не понимаю я эту карту Сигали здесь такой прострел-то лютый Да, никуда я не уеду У меня как посадили Вот трансмиссию Все выбили Так, давайте на японских лучше Японцы все-таки мне ближе Да, я слышу Подводку Сомневаюсь, что они будут фармить Но то, что аппы Это хорошая новость Конечно Обязательно обсудим На ближайшем стриме Да, непонятный засвет То есть Как она просто меня засветила То, что они стрелять-то могут оттуда Это понятно А почему засвет произошел Я не понял Не, не задум Это она так передом едет И Вичку апнут Причем там очень сильно аппыт ПВЕ, ПВП А что Леватор Надо по харду Бонжорна, кстати Но в основном аппы в ПВЕ, конечно Так, мои любимые Чихе Нони, Хони И Чихакай Чинакай Привет, Ник Бура Кай вообще означает Название у японцев Как мы помним Это поздний То есть такая, знаете Модификация Типа более поздняя То есть Есть основная серия А есть Более поздняя С какими-то модификациями Дополнениями И так далее То есть Есть просто Чиха Есть Чихакай Чина Чина Кай Хони Хони Кай В принципе Они так же Самолеты Обозначали Те же Рюзины И так далее Свои Подстреливают Гении Хентай Хентай Сенсей Че Че-то у вас Ники Прям вообще Сегодня Смотрю Все про Любовь Вроде Не день Всех Влюбленных И не Март На точку Заезжаем Че не палят Так как Мы лишенные ПЗ ПЗ Третий Ну это чудо Что моя броня Как-то Смягчила Удар Реально Хорош Через маску Орудия По фасту Просто прошил Позор Третий Б1 Бис Там я вижу Опа Видите Два танчика Неплохо Блин Вот это Было Глупо Это Б1 Бис Итальянец Тяжелый Танк Итальянский Я Забыл Что у него Две башни По сути У него Одна пушка В корпусе Установлена А вторая Вот огромная А он Выстрелил С верхней Пушки А я Выехал Когда У него Нижняя Была Заряжена В общем Дурак я Французский Б1 Бис Это Французский Тяжелый Танк С этого С орбита Ну в общем На ПТС Поставили Патч Так Это могучее Слишком Дерево Одного уничтожил Одному Помог уничтожить Пока Так Так Себе Результат Я сейчас На Чина Каи Позднем Кстати Такой Хорошенький Средненький Танчик Конечно Не 34 Ничего Подобного Но В нем Все в принципе Хорошо Кроме Брони Играть На нем Приятно Был бы у него Бронирование Адекватное Был бы вообще Шикарно Цены бы ему Не было Но Японцы В броню Не умели Вообще С другой стороны Они наземные силы Использовали Против кого Надо тоже Вспомнить То есть Просто Их театры Военных действий Не предполагали Необходимость В использовании Особо тяжелой Техники Или большого Бронирования Это самые Техники Не было нужды Тунгуски Конечно Труд Но мне Выскуровневый Не нравится Я Я фанат Лоу левел Блин Чешский ПЗ38Т ПЗ3Е КОНЕЦ Не видно Ни хрена Прости Господи Башню Вижу Выцеливаем Пиксели На расстоянии В 100 КМ Да Верх Башенки Я вижу Он хуэк Кстати Впереди Фурутака А японцев Уже добавили Что ли Еще вроде Не добавили Японцев Когда добавят War Thunder Тогда и будем Стримить ОБТ 5 Интересная Штучка Есть попадание Но Рикошет Рикошет Да ладно По нам Даже кто то Выстрелил Давай Никбура На дэви На дэви Нет Ну ка Выйдут На релиз Мы по ним На них Конечно Поиграем Фурутака Офигенно Должна быть Мне очень интересно Что там Японцы В плане Малого флота Нам предложат В плане Катеров И так далее Они все там За холмом Прячутся Противник Проиграл В чистую Почему Разные снаряды Были Но В принципе Да У них Доктрина Использования Танков Она была Очень старая То есть Танк Как средство Поддержки Пехоты И для борьбы Все с той же Пехотой То есть Они Ну они Опять таки Где они их использовали Какие у них Наземные операции Они проводили Сравните Это Старая Классика То есть Типа Вот у японцев Дерьмовые танки Но они им Блять Не нужны были Ну объективно Они им были Не нужны Ну они Ну они Ну они Ну они Не нужны Совершенно Так же Как в принципе Итальянцы Мы в театре Военных действий Не предполагали Использование Там какой-то Особо Продвинутой Техники Для них На первом месте Флот Стоял Вот Флот Им был Нужен Флот Они Очень Сложно Делали Я тут Про флот Например С удивлением Узнал Насколько Вообще Ну сложно Производство Тех же Линкоров И так далее Не я конечно Понимал Что линкоры Там и корабли Дело Дело Очень сложное Но вы поймите Что Многие Страны Они Ну просто Технически Не могли Произвести Ни промышленность Не позволяла Не было Ни технической Возможности Производить Корабли Большого Водоизмещения То есть Линкоры Те же Квантунская Армия Воевала С китайцами Но У Китая На тот момент Тоже с танками Все было Не столь весело И не столь Прекрасно Поймите Сейчас Попробую Объяснить Для Использования Танков Несмотря на то Что вроде Танк Это да У нас Штука Которая Пройдет Где угодно Ей Нужны Очень Хорошие Пути Снабжения То есть Танк Это Постоянный Ремонт Если мы Говорим Например Про Первую Танковую Дивизию США Которая Действовала В Европе Есть Замечательные Мемуары Товарищи Который Не вспомнил К своему стыду Его имя Имени Он написал Мемуары Отличные Про Первую Кросс-танковую Дивизию США Которая Воевала В Европе У них На 5000 боевых Так скажем Членов Дивизии Приходилось 15000 Обслуживающего Персонала То есть Логистика Ремонт Обслуга То есть 15 на 5000 Воюющих Непосредственно На линии фронта Приходилось 15000 Обслуживающего Персонала И Я к чему веду Танки Это Очень дорогая Штука Она требует Хорошо Развитой Инфраструктуры И Линии Снабжения Топливом Деталями И прочим Прочим То есть В условиях Где инфраструктура Очень хреново Развита А при этом Расстояние Становится Колоссальными Танки Юзалис То есть Абсолютно Юзалис В условиях Европы Где Хорошо наложена Инфраструктура Танки Просто царили Они Быстро Быстро Их Можно было Перебрасывать На колоссальное Расстояние Что такое 200 километров 200-300 километров В условиях Европы Но ты отдельные Страны проедешь Полностью Даже не одну Как бы За эти 200 километров А что это 200 километров В условиях Китая Учитывая что Наступление Шло Из Маньчжу Гоу То есть Это вообще Задница Прости Господи То есть Подвоз Всего этого Ну Очень сильно Затруднен был Поэтому Каких-то Знаете Бронетанковых Корпусов И прочую Фигню Японцы И не делали В Квантунской Армии Оно им И не надо Было Это Настройки Инфраструктуры Линии снабжения Для всего этого Ну не позволяло Не было Такой возможности Это же не Стратегия Компьютерная Где ты берешь Дивизию Танчиков Настроил Там не знаю 20 тысяч Танчиков Кинул их На карту И вот они Те там До Нанкина Доехали Из Маньчжу Гоу Нихера Это так не работает Боеприпасы Топляк Для них Привези Детали Обслуживающий Персонал Построй для всего Этого Склады А чтобы Это все Подвозить В своевременном По мере наступления Еще Построй дороги Соответственно Построй то На чем Это надо Будет Подвозить И так далее И так далее И так далее Поэтому Использовали Танки Но Не в большом Количестве Достаточно Ограниченным Учитывая Что опять Таки Основной Не на Китай Они ориентировались Тоже Во многом Их Экспансия Шла По Индокитаю Так называем Да То есть Это голландская Остиндия Малайзия Филиппины То есть Тот же Острова Те же Острова В Тихом Океане То есть Там Шла Основная Экспансия Если Посмотреть Японскую Империю Вот Через год После Перл-Харбора Там Очень Большие Территории Захвачены Но Там Все Пути Снабжения Все Коммуникации Они По морю То есть Вот Море У них Колоссально Просто Раз Вы не Представляете Сколько Реально У них Там Было Транспортных Кораблей И Всякой Обслуги С этим Связанной И Когда На тот же Гуадо Канал Например Во время Боев На Гуадо Канале Они Начали Доставлять Пехоту И Все Остальное Уже Эсминцами Не от Хорошей Жизни Они Это Делали Как Слегка Зашивалась Логистика Авианосцы В том числе Это Колоссальное Снабжение Им Требуется И Тот же Гуам Когда ты Сам Даже Играешь Heart of Iron Например Ты смотришь Пути снабжения На Тихом Океане Кстати Четвертая часть Они не очень Хорошо Показаны Они в третьем Отлично Показаны Были Морские Пути Снабжения Мне В отношении Боев На море Именно Третья часть Очень Импонирует Heart of Iron Так вот Там Пути Снабжения Ты просто Захватываешь Гуам Порты Гуама И все Американцы Просто В половине Тихого Океана Вообще Не в состоянии Действовать Просто Ну не в состоянии Они ничего Не могут Просто В силу Того Что Ну Нарушены Пути Снабжения Не дойдет Негде Подзаправиться Топлива Не хватит Это Жесть Карта Красивая Это Италия Могу Поспорить Италия Да Бои В Италию Очень Рано Начали Тоже Сцилийская Операция Свержение Дучо Дучо Вождя Там же У нас Активно Союзники Начали Действовать Небольшой Итальянский Городок Представим Что это Сицилия Нет Они делали Конвои Постоянно Практически Все сражения Начинались Конвои Они делали Транспорты Но Их топили В колоссальном Количестве Их очень Много Топили Постоянно И строились Они в гигантских Количествах Там на один Боевой корабль Я не совру Если скажу Что приходилось 30-40 Различных Транспортных Судов Да ладно Левата В северной Италии Дучи до сих пор Чтят Но в принципе Это не удивительно Сейчас мы За итальянцев Мы в принципе На итальянцев же И играем Можно и поговорить Да Италия Карта Италия Играем за итальянцев Можно и про Дучи Поговорить Так вот Там ровно та же история Которая Ну бывает Польский Гусар Бывает Так вот Когда мы говорим Про Дучи Не удивительно Что в принципе Его чтят С ним не связывают Поймите В принципе В принципе Он чем-то похож Что Гитлер Что Муссолини Они оба Придя к власти Очень много Сделали для своих стран То есть Если мы говорим Про Германию То это Своеобразное Своеобразный Реваншизм После позорного Версальского Мирного договора Да Где Германия Должна была Сумасшедшая Контрибуция Заплатить И Экономическое чудо Ялмара Шаха Которое Вывело Собственно Экономику Германии Из штопора Там много Что с этим Связывает То есть В целом Если смотреть С страны Так скажем Простого немца В 30-х годов Вот они Приходят к власти И у нас в стране Блин Наконец Все налаживается Заводы Начинают работать Деньги у людей В карманах Появляются Жрать есть Че Нищета Пропадает Дуччи Абсолютно То же самое Он прогласил Идеи Великой Романской Империи Ну Римской Да И в принципе Оттуда у нас Появился термин Фашизма Но в то же время Он боролся Активно С мафией С преступностью Опять таки Занимался Экономикой И Придя к власти Ну Люди увидели Кучу положительных Изменений То что он привнес Но прежде всего Всегда Когда говорят Про Муссолини Это отмечает Его борьбу С преступностью То есть Мафию Он прижал Там Конкретно К ногтю Но Когда говорят Про Гитлера Сразу же Вспоминает Все нехорошее Что было связано С его режимом А вот Если вас спросить А что Собственно Было нехорошего Связано С режимом Муссолини Ну вот что вы На скидку Скажете Стрим по Heart of Iron Так я его как-то Стримил Я его как-то Стримил Вот что вы На скидку Вспомните Нехорошего Про режим Муссолини Друзья Ну помимо того Что Собственно Итальянцы Сотрудничали С фашистами С немцами С нацистами Если быть точным Я не думаю Что Прям что-то Такое Вспомнить Сходу Панскафаген 3F Надо от артиллерии Уходить Флаг Панца Это Зенитная Штучка Повредили Орудие Да Самолет Это налога Да Итальянские Солдаты Действительно Были на Восточном Фронте Но там же Так же Были Испанцы Ну там Так же Были Испанцы И Франко Голубая Дивизия Голубая Дивизия У нас На Ладоге Под Ленинградом Благополучно Передохло Две трети Личного Состава Потеряв Туда Ему Дорога А итальянцы Под Сталинградом Вместе С румынами Их там Похоронили Но Опять таки Какие преступления Про Нацистский режим Мы все можем Сказать Холокост И все такое Контракционные Лагеря Преступные Приказы Куча Военных Преступлений На Восточном Фронте А Что с Италией Вот Том Проблема Что Про Итальянцев И про Дуччи Особо сказать Нечего Поэтому Мы вообще К чему Все это Развели Просто Леватор Говорит Что Он Недавно Был На севере Италии И там Можно Якобы Купить Магнитик С дучи С Муссолини Я Поэтому Говорю Скорее Все Поэтому И нет Особой Ненависти Какой То К нему В отличии От Гитлера И так Далее У себя Ну у себя Это Иметь ввиду Нет На самом Деле Режим Безусловно Преступный И они Совершили Кучу Военных Преступлений Но Вспоминая Прекрасное Видео И рассказ Того же Бориса Юлина Ну вот Например В той же Эфиопии Когда они Воевали Или В Ливии То что Они делали С местным Населением Ну вот Тех же Эфиопов Да Они же Их газом Травили Буквально Помимо того Что Извините Откровенно Неразвитую Страну Они использовали Танки Авиацию Бронемашины Там Ну конечно Я утрирую Но чуть ли не С копьями Против них Бедные Эфиопы Воевали Так они И еще И газом Травили Ну Мягко говоря Не очень хорошо Но как сказал Борис Юлин Как бы Ну а кто их будет считать Это ж негры Ну вот Как бы И привет Поэтому Никто это Военными преступлениями Какими-то Особными Не признал И Как бы Nobody cares Да Они первый раз Еще и Эфиопов Получили По щам Итальянцы Очень плохо Воевали Ну это Они реально Очень плохо Воевали Они когда И в Грецию Попытались Тормиться Из-за чего Пришлось Немцам План Барбароса Переносить С первоначального Марта На Июнь 41 Потому что Пришлось Отправлять Части В Грецию И помогать Этим Итальянцам Несчастным Потому что Они и там Умудрились Нафейлиться Вояки Из них Были Очень Так себе Чувак Они Эфиопам Проиграли Че Удивляться Что они От греков Отхватили Да Дебани Не воевали Это как это Шутка Всем известный Анекдот Про Румынию Когда Александру Первому Во время Войны С Наполеоном Да То есть Там Под эти Коалиции Первая Анти Наполеоновская Коалиция Вторая Третья Четвертая И так далее Времена От этих Наполеоновских Войн По моему Тогда Про Румынию Вру Не Тогда Это Во времена Первой Мировой Про Румынию Шутили Уже При Николае Втором Что Уважаемый Царь Румыния Вступила В войну Ну пошлите Два Корпуса Разбить Их В чем Проблема Как бы Он говорит Нет Государь Вы не Поняли Они Вступили В войну На нашей Стороне Ну тогда Пошлите Пятнадцать Корпусов Чтобы Их Защитить И В реальности Было Именно Так То есть Вступив В войну Они Румыны Тут же Отхватили В Первую Мировую И Фактически Их Вступление В войну Увеличило Фронт Ну Где-то На четверть Это В период Первой Мировой И Пришлось Их Банально Защищать В период Второй Мировой Примерно Так же Они Воевали Под Сталинградом Привет Крутой Стрим Спасибо Сталинградом Про Про Вся Историю Я люблю Историю Я учу Правильно Делаешь Да Не скажи Сербы Очень Отчаянно Спротивлялись Вообще История Балканских Войн Она У нас Так же Слабо Преподается Я не скажу Что Являюсь Являюсь Каким-то Лютым Специалистом Есть Так Ну я На Истребителе Мне Надо Прикрывать А Вражеские Авиацию Я Не Вижу Посмотрим Возможно На Карте Что-то Есть Нет На Карте Тоже Тихо Сам Интересно Что Все Эти Румыны Венгры Словаки Хотел сказать Болгары Но Болгары Это Единственная Страна Болгария Единственная Из всех Стран Европы Которая Отказалась Отправлять Солдат На Восточный Фронт Единственные Это На самом Деле Достаточно Интересный Момент Потому что Отправляли На Восточный Фронт Все И Французские Дивизии Были на Восточном Фронте И Датские Внезапно Да Датчан Больше погибло На Восточном Фронте Чем Непосредственно При защите Дании И Норвежцы И Кого там Только Не было Но Болгар Не было Болгары Отказались Так Знаете Картинки Не хватает А что Так Можно Было На самом Деле Конечно Так Нельзя Было И Правительству Болгарскому Это немцы Очень даже Припомнили Но Там тоже Все это Было Адекватно Мотивировано Болгария Присоединилась Непосредственно К третьему Ой Касси Да Но Проблема Была В том Что Мотивировали Отказ Тем Что Будет Просто Восстание В войсках Бунты Что Солдаты Не пойдут Воевать Против Русских Начнутся Волнения В частях И Это Бессмысленно Направлять Их Воевать Туда Хорваты Венгеры Да Они Люто Воевали Карелия Как в таких Условиях Вообще Вы посмотрите На карту Пересеченную Местность Но как в таких Условиях Вообще Танки Можно Использовать Ну Блин Кинзи Семпай Я Я Я Отвлекся Пропустил Даже На Вон Откуда Меня Подбили На Практике Оно Так И Было На На Практике Оно Так И было Мы Со всей Европой Гребаной Воевали Со всей Европой Давайте Японцев Итальянцы Пока Очень Туго Идут Может Что-то Найду Я Знаете Тоже На Японцах Страдал Страдал Пока Не Нашел Для Себя Чина Кай И Прям Вообще Огонь 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 Отлично Такой Хороший Простенький Средненький Танчик Не идеал Конечно Но Машина Приятная Если На Японцах Будете Играть Рекомендую Чина Кай Ничего Он Не Премиум Ничего Такого Простенько Но Работает Ну Там Весь Военно Промышленный Комплекс Европы Трудился В принципе На Ось Без Исключения Те же Французские Танки Чешские Они Все Воевали Мы Знаем Где Все Сердцузских Леватор Ты Опять Сердцузских Песен почему-то дублируется донат ливатор спасибо тебе большое за донат но сейчас twitch очень я клип уберу потому что да он просто все эти замесы хорватов сербами вот эти вот моменты очень странно твич на это реагирует да битва на косовом поле я знаю сербы против турков но я клип на всех случаев беру тут блин про политику или что-то даже про историю уже боишься лишний раз сказать а черт советский просто первое впечатление как он тыкаешься на вражеский танк такой думаешь черт советский не пробью и все но т-50 конечно не фонтан ничё пробить его нет варианта возьму ходе т-сал японскую неплохое бронирование кстати у нее на 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 базе того же чинока и сделано что и и и и и и и и на фига он проскользнул надо у вас могу свалить это дерево а а а а а а а а а ну-ка ну-ка фонтан классный конечно не дружба народов но красиво интересно каком городе реально этот фонтан с тремя конями погуглите какой городок они взяли за основу знаете чего не хватает как помните я стримил как-то как мы играли на тушина и на другом серваке в арму где вот этот мод на team speak ставится с помехами рации таки такого не хватает да я понимаю но 3 часов как дуралекс сет лекс закон суров но это закон минус хорошее попадание просто отличная pz 4 бахнул заряжай заряжай господи я им попал код вообще под днище хотел в нлд дать попал под днище куда-то т-26 4 с коротко стволом каким страшным но отчихи возьмем да зря на пт сау в город полез ты прав опрометчиво че это педобия я знаю конечно так называют тех кто в песочнице любит поиграть на танк но блин уже давно все в танки играют не к с новичков мало все просто по фану спасибо кензи только я не на советах же кто нибудь атакуйте его вражеские войска захватили точку по долинам и по взгорем сла дивизия вперед кстати будет скоро отличная стратегия пошаговая про партизан она так и называется партизаны видел недавно ролик от нашей студии русской такая а-ля silent storm фок что на фоков фоке вульс 190 а блин фок прикольно выглядит винт вот этот характерный такая тупоносая она какая-то выглядит не так хищно как бф и 109 мистер шмидты но тоже здорово прикольно кстати город вот сверху так взглянуть на эту карту вообще дело они сделали конечно потрясающе так если вдуматься то что вар тандер сделали вдумайтесь тут одновременно бои и на в и воздухе и непосредственно на земле да есть у меня советские у меня советские танки больше все прокачано чего мне там до 54 все выкачано я просто как раз таки новенькие качаю вертолеты да еще есть ну в этом плане ты прав а это вот отдельная игра как партизан она как-то называется так него отношение к ней не имеет я просто имею ввиду что вот она такая же тактическая пошаговая на то интересное название такое на то ну это уже все вот исследовано теперь мне чита на то соки точнее на то вот она она пт сау как таки сау даже сау потом будет хори конце type 90 дать чита исследуем чита дрита чита маргарита нет на то это неправильно на то то есть именно как бы за это два слова на то это как хо не 90 на то на то вообще гроб на колесиках по факту это сау ужасное просто ужасное такой колхоз ну ладно давайте опробуем в бою они хо-о-хо да нормально пока не научишься но так нормально будет надо очень много играть нормальные места занимать да там любой какой фугас у него вверх открытый там минометные обстрел банальные осколки от авиационных бомб да все что угодно это полная жопа гробик на колесах реально братская могила просто убожество но это сау она и понимаешь вот этих доблестные японцы особенно интересно необходимость двух японцев на корме с какую роль вот эти ребята выполняют держат ящики ну и вроде за эти ящики держатся ладно предположим что скорее всего не работают заряжающими блин такое ощущение что этот чувак не наводит конечно слева а вот этот справа он что делает рембригада не на объективность что что до него может достать это сал то есть она не предназначена для ближнего боя как мы понимаем да это отчего должна прежде всего защищать ее броня от осколков если бомбит бомбит кто-то да авиация бомбит прилет и артиллерии вражеской то есть эта броня должна защищать от осколков чего не борта не подняли повыше почему они только ноги то прикрывают по пояс чем смысл не понимаю уверен что вот этот могучий трактор бы потянул если борта были повыше да я знаю что у многих вообще бортов нет не то что там броня нормальная броня не нормально это вообще отдельная тема как баб броню делают это очень сложный процесс пиндец минус один японец справа командиром был он ведь который погрустнел такой приуныл паренек вот он был командиром оказывается оооо она еще и заряжается два года господи я стрелял то не туда так кромбель минус да вообще там вообще у меня был а вот чем проблема я думаю чем от снаряда летят куда угодно да проблема становится ясна понятно тюльпанчик небольшой такой ладно а кто там вообще у меня живой на живой по моему второй водитель как в мультиках да ладно черт с этим трактором вот так должна выглядеть пт сау пт сау нормального человека это какая-то потенциал курильщика бис хотя бы получше броня странно что у тебя лагает сейчас проверю у меня потерь пакетов нету восемь тысяч с лишним битрейт отдача отличная у меня ноу проблем да случайно залетел снаряд можно автоприцеле или еще как то но через дуло ранил командира это прям даже досадно как то 15 сантиметров это что там за зверь а это тоже без брони чудище теоретически можно так попасть на практике конечно шансов немного блин я не помню а ну да у нас нет курсового пулемета на этой модификации я помню что просто балахоне с курсовым пулеметом думаю все жму жму на пробел с пулемета отстреляться там некоторые пулеметы вроде к пвт того же они достаточно ну длин калибр 12 7 но но по смотровым щелем и так далее очень можно неплохо отработать противника вон как парни постоянно настреливать с пулеметов ран делают реально там уже неплохо настрелять кв просто если ты видишь кв прячься кв кв страшен в гневе блин я неужели меня на кв кидает теперь на японцев как это больно кв все хувайся пацаны да так ну вроде мы ведем яростное наступление мы же японцы за императора все как положено подвезите меня поближе я вот сейчас катаную работаю да он везде живучий здесь машина тоже невероятно живучий ну кв колоссальное бронирование штук поспешил выстрелить попал в верхнюю броню и это забей попробуем ударить в маску орудия в пушку и есть через маску орудия мы упрошили так правда у меня что-то кто-то тоже попал неприятно еще и артиллерии нас накрывают давайте морское сражение что у нас тут F4 у корсар что ли да корсар смотрите крылья характерные кстати я смотрю у врагов аналогичная техника а чё у него кабина что ли не сделана корсаров была кабина ну это какой-то F4U1 может трофейный затолк а это не корсар ни хрена пулеметы точно не корсар по красоте уходим 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 у нас станут времена получше да это у нас на Кубани бои ну это блин вот так и полетаешь надо было прятаться лучше американец М4 нас приговорил давайте что-нибудь где мои средненькие вот они чехе зениточка наша ЗИС-12 работает посмотрите ну прям вот мощь советской техники красота хотел ЗИС подбить камикадзе чертов то есть будет ел это вообще примеры подбития самолетов вот такими танковыми пулеметами они Когда мы общались с военным историком Компанией Гайдзин Они рассказывали про это Ну были случаи, реально были Когда подбивали Но по сути это все таки Должны создавать заградительный огонь Для авиации Опа Тан-тан-тан-тан-тан-тан Ха-ха-ха-ха-ха Тридцать четверочка-то помедленнее, чем мы крутимся Гайдзин, у Гайдзинов Оу М4 Твою мать Движок попали Мне плохо его видно Я только одну крончик башни вижу Надо менять точку Наводчик ПЗ выбил Давай-давай-давай Еще одно ПЗЗ Еще один раз ПЗ Давай-давай-давай Артиллерия на мазице Б-34 Бомбер Мне все таки режим классно сделан Вот так, знаете, без всякой задней мысли Обожаю играть в War Thunder Ну честно, я и в кораблике И этих люблю играть В Wargaming Ну я во все игры люблю Подобного плана Вот зайти и развеяться Там 15-30 минут поиграть просто Ну я больше честно скажу На консоли люблю играть Что War Thunder Что другие игры На ПК я так На ПК я только на стримах играю В них А вот на консоли поигрываю И минус-минус-минус И минус-минус-минус Но А досадно, что у меня нету Хотя бы 20-ти миллиметровых пушек На этой штучке Иначе можно было попробовать Ну конечно же меня убили Пока я летал Не честно Вот не честно Так, секундочку Так, секундочку Так, сори Может за кого-нибудь сейчас играть? У меня есть французы еще Но совсем мало Я только начал их качать Французов Есть немножко британцев Но Танковые Ну вот здесь в основном У меня Примаки Индепендент Британцы Конечно Очень Странно Что Что вот это Такое Как труба Блин выглядит Ну и конечно У меня Очень хорошо Сейчас они у меня не стоят Но если посмотреть Но если посмотреть Армия у меня Очень хорошо У советов прокачана То есть СУ-100 есть ИС-4 есть Т-54 Конечно до конца Я не докачался До До Тунгуски Но Много 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 У меня Техники Есть Советской И Немецкой Собственно Тоже Немцев Тоже У меня До Хрена Все Выкачано Но Американцев Как вы понимаете Все гораздо Скромнее Японцев Вот так Я вот Их Сейчас Активно Качаю Но только Начал Британцев Вот за Это Выйдет Ну давай Сходим По просьбам Трудящихся Троецарствие Завтра С 10 утра Приходите Смотрите У меня есть идея Попробуем Отыграть Завтра Каноничный Роман Как вот По роману Троецарствие Поиграем За Любея Джан Фея И Гуан Юя То есть Прямо За трех Братьев Пройдем Всю историю Любея Поговорим О том Что было В реальности И посмотрим Как у нас Будут события Развиваться То есть Мне вот Идея пришла Сделать Такой Стримчанский Так что Заходите Я так понимаю По бокам У нас Пулеметы Да Да Это Пулеметы Пушку Очень Скромная У него Ну Кстати У него И скорость Какая Никакая Есть 30 км Прет Но Корпус Это Вообще Забей Крейсер Какой Наземный 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 Двинуться не могу Как вы понимаете Меня прикрыл Кто-то М2 Уничтожил Заменил командира У меня Пулеметчик Только один Жив Я главное В каток Ему попал Ну В общем Такая Вот Машина Привет Велесос А вот Это Британец У нас Премиум Ну Более Классический Вариант Танка Адекватный С дымами Что Приятно И Возможностью Вызывать Артиллерийские Удары Хотя Он квадратный Блин Как у Немцев Вот Все-таки Что Немцы Что Британцы Они Вот В эту Квадратность Очень Любят Прям Острые Углы Такие На башне Порезаться Можно Кажется Хотя С немцем Все-таки Не спутать Не пытаясь На точку А пойти Блин Камень А что Это не Итальянский Самолет Дали Хенкель Ближе Ближе Да Да Падай Ты Е-мое Я его Винтом Короче Затом 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 По хвосту Ладно Умрем Как герой Будь Тесса У нас Его Шарк Стримит Как тебе Кстати Понравился Стрим Шарка По Велдер Скроллз Геройский Зафигачил Или Не Очень Твою Мать Крути Башню Как я Не попал То Прицел Жи был На нем Прям В БК А нет Экипаж Чем-то Выведен Хотя БК Маленький Монстрик Ладно Самый Первый Танчик Возьмем Британский С Дитрумом Они Стримили Ну Нормально Ну Вот Они И Будут Стримить Мы Так Разделили Магистр Вов Я Арк Буду И Буду Стримить А А Где Башня Советы Взрыв БК Давай Кинди Про Это Как Ни Другой Раз Так Для разнообразия На французах Разочек Покажу вам Французов Низкоуровневых 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 Тык 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 я про Лоу Старк я вам ничего не скажу Нет я про Лоу Старк видео сделаю Химера помогает Сейчас заморочился конкретно Пока разбираю Различные Профессии Мирные Производственные А потом Уже начну рассказывать про основные игровые механики И так далее Параметры персонажа За что они отвечают Все такое Но я не думаю что он еще скоро Кензи В маску попал Пробития как вы понимаете нет Вот он низкий корпус Спасибо ему Он уже никуда не уедет Я ему бью по трансмиссии Вот этому У французов все таки Транки очень хорошо бронированы Особенно на низком уровне Мне кажется он больше не выйдет Чертов хуй Борта то у нас не очень Да пробитие у него нулевое В этом ты прав Но что делать А вот здесь у нас Я так понимаю Подкалиберные Кстати на этом танке В теории пробитие должно быть пободрее Правда снарядов потребуется больше Чтобы уничтожить кого-то Ну и Цель Точность низкая Прямо скажем Представим что это Гуадоканал Кстати Карта просто называется Джунгли Но вполне такая местность Подходит под Гуадоканал Или Палау Да можно даже Не на Акинаву вряд ли Какая нибудь частей Филиппин Или Рабаул Или тот же Гуам Хорошее попадание Чинимся Нам пушку повредили И все что только можно И трансмиссию Мы двинуться не можем Еще и артиллерия работает Слышите этот звук Только и кланы Починился Дернулся И бац Опять хуи Будь он не ладен Ну обводы Очень прикольные Тоже французов Никогда ни с чем не спутаешь А вот эта вот дырка В центре Это не дырка А просто что-то лежит Только ток То ли еще что-то В общем французы Те еще затейники Я его вообще никуда не пробиваю Просто никуда У меня все красное Да хуи тут монстр Царь бог В песочнице Привет алекс К чему есть Вартантер По своему Отличная игра Тут и танки И самолеты И все Надежды В принципе все что хочешь есть Так Так Кстати у французов Дерево исследования Он примерно Такое Как у японцев Можно ФЦМ взять Легкий танк Но Это вряд ли прикольно Надо вот Просто качаться До нормальных Легких танков И вот Первый тяж Б1бис А где у меня Кстати у меня японцев Был просто Отличный Тяжелый А вот он Рого Type 95 Во я на нем Нагибал Просто Ну я уже давно Выкачался Чихо Шортган Тоже Отличная вещь Ладно Погнали На японцах На втором ранге Да Мне тоже Очень нравится Но я уже К сожалению Его прошел Я третий Только вот Начал качать Начал качать Третий В кино Нет В кино Много Чего нет А в реальности Было Возьмем На то Опять На то Кстати Фильм про Ипмана На самом деле Отличный С удовольствием Смотрел На пятом Вообще Боль Я до так Далеко Не заходил Мне Ну честно Мне не очень нравится Выскоуровневая Техника Ну как то Брутал Ну не очень НАТО НАТО Виллисос НАТО НАТО Оно НАТО Как он Медленно Пушка Ворочает Я знаю Я знаю Япон Очень крутой Фильм Я их С удовольствием Смотрел Китайский Кстати Можно пересмотреть Сегодня Нет Сегодня уже Времени не будет Надо завтра С утра пораньше Вставать С утра пораньше 4-3 Шикарно Нету Хотя я считаю Надо мод Какой нибудь Придумать С кишками И кровью 18 плюс Хотя вы же знаете Как это работает Ой нельзя Ой все А как же так Мои дети Увидят все это Сцены насилия Что вы тут все делаете Вот объясните мне Не за кем Привет Я на стриме С1 Ну помог повернуться Ух Штиутские Улочки Итальянские Да господи Он вообще Не едет На узких Итальянских Улочках Сейчас бы Какой нибудь Товарищ Вот с этого Балкона С Панцерфаустом ГГВП Приехал Теперь давайте Пушку наводить Отлично Блин Просто вот Бомбит Мардр Гребаный Закрыл Собой Противника И он Захерачил По мне Просто разлет Осколков Весь экипаж Нахер Маска Орудия Создана Чтоб создавать Хорошую Такую Компоновку Осколков Если бы там Не было брони Снаряд бы Не разлетелся На осколки И даже бы Не взвелся Не Не смотрел Меченос Короче Ужас А я даже шашлык Не ел В моей Чертова Видеокарта Будь она Неладно Мы с Маси На дошках Так что Не ням-ням Минус Сушка Горим Туши Да черт Ну хотя бы Одного похоронил ПЗ-4 Меня понятно Докушал Да Зато Графоний Ну надо было Надо было 28 Того стоит Ну что Месяцок С Маской На дошках Потом Следующий Месяцок С долгами За коммуналку Рассчитаться И через месяцок Как раз Под день рождения Заживем с ней Как белые люди На ПТ-САУ Зигзагами Не Это опасно На ПТ-САУ Мне кажется Не целится Ух ты какая машина Я такую прям хочу АС-42 Небось Что-то итальянское Посмотрите Прямо Как из фильмов Про постапокалипсис Выглядеть На это чудище Как из фильмов Про безумного Макса Макса Фига Эта машинка Уничтожила Оно еще и плавает Круто Таки бронемашины Прикольные У итальянцев Могут Они в дизайн Могут Да как Как рикошет Не могу Двинуться Все сломано Наводчик Словно Все плохо Только задвигался И Все А уничтожил У меня вообще П-40 А что нету Прям вообще Некуда выбраться Шашлычок пожарить Да не может Такого быть Всегда есть Варианты В России делают машину Получается танк В Италии делают танк Получается Ламборджини Слушай ты бы видел Вильс Итальянские катера Какие они катера Строили Это просто Фантастика Как право Блин Как прогулочные Яхты Красивые Там просто Закачаешься Total War Free Kingdom Завтра С 10 утра Ребят Завтра С 10 утра У нас Расписание И Мне надо Ему следовать Завтра По расписанию С 10 утра Total War Free Kingdom У меня идея Как я уже говорил Появилась Я полностью Расскажу Историю Любея Как С кем он воевал Как и куда Переходил Как это Оценивали его Современники Его действия Как его образ Раскрыт В сериале И поиграем За него Попутно Собственно Посмотрим Как наша история Будет развиваться Мне кажется Будет достаточно Прикольно В общем Поговорим Завтра Про историю Любея А то мы Все о начале Эпохи Троецарствия Восстание Желтых повязок О религиозном Даосизме Говорили А вот Завтра Уже По персоналиям Пройдемся Начнем С Любея Ну вот Смотришь На Т-34 Он не бьется Никуда Просто Там вся Верхняя Лобовая Деталь И башня Она просто Не пробивается Я ему хоть Как-то там Засадил Рикошетом От башни Но Чуть-чуть Его покоцал Вот реально Чуть-чуть Покоцал Иначе Это не назовешь Чертовы Тридцать Четверки Ой Я играл В НТГ Как Офигенно Интересно Я успею повернуться Прежде чем Башню оторвет Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Ну блин Ну блин Хоть чутка Был Хоть чутка бы его Подбалансили Это оружие победы Страшно с ним драться Просто совет И советская техника Какая-то ужасная Непробиваемая И с колоссальным уроном Немцы сумасшедшие Наведение Пушки точные А на японцах Что Самурайский дух Нас спасает Да вера в императора В бога императора Извините Да ё-моё Я вот только что Я же от него убегал С пулемёта Это пулемётная Пуля Она убила Члены экипажа Бомбит Вот чуть-чуть Левел боёв поднял На этом На то И всё Жесть началась На японцах Начал забрасывать КВшкам Начал забрасывать К 34 И тут вообще Боли унижения Привет фрайды Как там у вас По-японски Бонзай на таран Как-то так надо Пиздец А не бонзай Зато крышечка улетела Забавно Самурайский дух Не особо помогает Против хорошей брони Блин И подкалиберного снаряда Сейчас мы Начнём мстить Так у немцев у меня Что-нибудь стоит У немцев у меня Само вертолёт Самолёт У Янки Ну давайте Чуть на более Высоком уровне Сыграем Разочек Ну Янки У меня вон там Примаки Супер Хелка Тигр И М26Е1 Привет Мигал Не Нового терминатора Не смотрел А что там Что-то прям годненькое Супер Хелка Так М26 Возьмём Вначале 90-миллиметровое Орудие Всё как положено Подкалиберные Сразу же Красота Да Челленджер Уродливый Всё таки М24 Красивый Танк Тайп 60 Японский А чё у него За орудие Что это Вообще Такое Что за хрень Они туда Поставили Прости Господи Ой Там что Ракеты Что ли Какие-то Стоят Да Да Что-то Терминатор Последний Хороший Терминатор Который Я смотрел Это второй Был Даже интерес Как это Хреновина Стреляет По-любому Каким-то Ракет Стоят А чё у него Жёлтенькое Такое А Тыква Сзади Да После Терминатора Генезис Я вообще Не знаю Как Как кто-то Мог дать Денег На новую Часть Ммм Винтовка Сзади Ещё Эта штука Валяется Дротиками Отравленными Стрелами Не иначе Бить По-вражине Упал Мы в тылу Вражеской Армии Выезжаем Вбок Тигру Да Да Епучие Янки Один снаряд Как немцы Крепко Ладили Я ему Попал В борт Ничего Не почесался Одно попадание Башня Нахер Просто Факинг Тигр Поехали На хелкате Серьезно Одно попадание Да 88 Миллиметров В том то и дело Что у королевского Тигра 88 Миллиметров А у меня То 90 У меня То 90 Одно попадание Два взрыва Воистину Одно у танка Другое у стримера Все дело в том Что у него пушка Круглая У тебя квадратная Да БК рванул А тут огонь артиллерии Слушай А она назад едет Лучше чем вперед Особенность Из французской техники Командная работа Нормальная Я уехал Чувак остался Танк прорыва Это танк Отхода Танк прорыва Не горим Маска орудия Маска орудия Я вам поясню Через которую Меня только что Уничтожили Это самая Самая Большая И толстая Броня Которая вообще Есть на танке То есть пробить Что-то через маску Орудия Невероятно сложно Действительно Те кто играет Они знают Что маска орудия Это очень круто Ну реально Маска орудия Там самая Большая Плита Броневая Там банально Идет орудие То есть Ее надо Хренову Тонну Стали Прошибить Ну ладно Я конечно Утрирую Но там Очень большой Слой Получается Брони Ну да Там походу 128 миллиметров У этого тигра Просто ну куда угодно Он мог прошить Эту хелкота Но не в маску Орудия Вот посмотрите Там как бы Броня башни идет А помимо брони башни Вот эта нашлепка Видите Вот это вот еще Одна броня Вот это и называется Маска орудия Она очень Да иди ты нахер Тигр Сволочь Едешь себе Спокойно Рассказываешь Вот почему Я не люблю Хай левел Вы понимаете Самка собаки Этот тигр Вот из-за этого Я не люблю Хай ранги Нет Не свой Просто издалека Долбанул Какой-то тигр У них орудия Бешеные У этих тигров Совершенно бешеные Давайте разочек Еще песочек У них просто Невероятно Крутые пушки Эти 88 миллиметров Которые немцы Оставили Я не знаю С одного Конца карты На другую Бьют Прям Не знаю В смотровые щели Как ни охрен делать Там что-то Совершенно безумное Зачем безумного Снова Индепендент Завтра, завтра Total War Ой, зимой, британцы зимой Красота, Сталинграде Представим, что мы На ленд-лизовском танчике Посмотрите, вот это итальянцы храбрые Вот это британский танк А вот это итальянский слева Кто ребенка на санях Выпустил Сталинград Мальчик, ты куда поехал То ли дело мы Реально сухопутный корабль Карта, кстати, огромная Ну, я так понимаю Тракторный завод Пресловутый Свои по жопе бьют Молодцы Отличаются умом и сообразительностью Дети Дети, они везде Кстати, кто-то мне объяснит Почему башни-то разного размера Впереди одинаковые А почему сзади-то у него башни разного размера Или мне кажется Вот задние башни, они же разного размера Почему? Просто почему? И почему на башне Есть вот эта вот штучка Напоминающая Мне, я не знаю Дымоход Знаете, такой вот Конус Зачем она Еще и вот под таким углом И сбоку Вот после такого Я начинаю идти в интернет И копаться Аж кто это вообще хрень проектировал И какой функционал у всего этого был То есть зачем это Стоит Определенно стоит О, прилет Минус наводчик Я Тут я понял Что вагоны Не защищают От попадания снарядов Такое ощущение Иногда Вот в War Thunder Особенно в таких картах Тут пацаны Уже третий год Ведут бои В Сталинграде И тут ты такой Приходишь Ха Я вот на британцы Пацаны Привет всем А там Там из каждого окна Торчит ствол Уже, блин Все замаскированы До усрачки Напряжены Я не знаю Там Просто на любой шорох Стреляют Тут ты такой Я приехал покатать А Бац Ваншот Враг захватил большую часть терапевтических точек Конечно страшно Ну посмотрите Блин Ты просто Это город Разрушенный город И там Из каждого угла Из каждой Гребаного дырки Торчит Дуло противника Который Который Тебя Выцеливает При этом У всех Корпусы Прикрыты Строго Башня Видна Вон Посмотри Видишь Поролом В стене А там БТ-7 Откуда Такой Огонь Меня Что Фаерболом Подожгли Я же На танке А он Имолейт Импрувет Ладно Не Импрувет Ну видимо У него Скил Имолейт Импрувет Какой-то Файр резист У меня Низкий Да я знаю Сейчас уж Будем Завод Заканчивать Дай До кота Британцев Вообще Британские Патриотические Песни Они Про Про Моря Про Британия Морями Все В таком Духе Это Кстати Песня Правда Песня Отстойная А в 20 00 Следующий Стрим Там Вроде Вов Опять Будут Показывать Ой Как же он Назад Плохо Сдаёт Откуда Вот Просто Внезапный Панзер 4 Просто Внезапный ПЗ 4 Ну Блин Он может Мой экипаж В плен Взять И надругаться Блин А был Прикольно Если бы Я его убил Был Прикольно Если бы Я его Еще убил Но Сталинград Очень Жесткая Карта Для Новичков Тяжеловато Тут Маленькая Италия И другие Темы Ливия Та же Она Гораздо Попроще Или Карелия Здесь Сложно Очень Сложно Городская Застройка Плотная Куча Разрушенных Зданий В то же Время В общем Новичкам Тут не место Да и На британцах Я не умею Играть Но сували Мне быстро Они у меня Не прокачаны Вот только М2 Сейчас качнул Потом Я поставлю Все таки Янки У меня Куда лучше Прокачаны Ой Советы Блин На советах Играть Одно Удовольствие Прям По кайфу Я Все Повыкачивал Даже Вертолеты Не говоря Об авиации Смотрите Все Ладно Ребята Давайте Увидимся С вами Завтра С утра Всем пока Сейчас будет World of Warcraft Увидимся Завтра Пока Пока